И так, закончив вязать солушку, мы для того, чтобы она хорошо смотрелась в сочетании с вот этим рисом, мы провяжем еще 4 ряда с нашей внешней стороны узором рис. Ну, то есть, как вот здесь мы начинали, так мы здесь и закончим, чтобы это все гармонично как-то смотрелось. Поэтому мы продолжаем с нижней стороны вязать нашу гладь, как всегда, и провязываем еще 4 ряда на очко, рисом просто, смотрите, как мы это сделаем. Первую нашу мы снимаем лицевую, провязываем ее так, как всегда. Теперь у нас здесь была изнаночная, у нее лицевая, лицевая изнаночная и так далее. И теперь же продолжаем, то есть, то, что у нас, говорится, было узором, то мы продолжаем и вывязываем изнаночное, лицо, то есть, неважно, мы провязываем лицевой, изнаночная чередуя. Единственное, что я сейчас посмотрю, чтобы у нас в саванне получилась рога длиннее, чем грубер. Нет, в принципе, все смотрится замечательно. Я думала, что здесь двигается, как-то длиннее, короче. Нет, все смотрится довольно-таки гармонично. Можем, в принципе, вот здесь вот кто хочет, если кому-то не понравится, как оно выглядит, можете здесь провязать три подряд лицевые, то есть, вот здесь идет лицевая, изнаночная лицевая. Вот видите, один получается рог, чуть короче, другой длиннее. И, в принципе, кому это, если, ну, кидается в глаза и не устраивает, то можете провязать три лицевые. Ну, я бы, наверное, вам, пожалуй, вроде как и так оставить можно, но можно и третий лицеды. Ну, давайте я чуть-чуть перераспустим и, наверное, провязываем все-таки три лицеды, чтобы это смотрелось более гармонично. Когда одеваете петли, смотрите обидательным направлением. Ну, то есть, вам же будет удобнее, как лицевые замыслы, смотрите. Мы решили три лицевые провязать, вот три сейчас лицевые провязываем, и продолжаем дальше изнаночные. То есть, смотрите туда кетюлечки, смотрим, что повяжет. Ну, вот, пожалуй, вот два, да, наверное, пожалуй, тут лучше, будет вопреться одинаково. Итак, мы провязали первый ряд, сейчас вот еще здесь довяжем первый ряд. Так провязываем еще три ряда. Итак, мы провязали четыре ряда нашими, получается, вот этими узорчиками. Здесь мы провязали четыре ряда риса, здесь мы провязали четыре ряда лицевой глади. Вот. И продолжаем вязать. Смотрите, теперь мы переходим к вывязыванию резиночки. У нас снизу и на пальчиках будет вот такая резиночка, то есть, чтобы она как-то смотрелось гармонично и подтягивала нашу, как бы, ручку. Здесь она получается, как бы, шире, чем, ой, уже, простите, чем вот здесь. И точно так же она, ну, здесь, чтобы не было, как бы, сильно, так, ну, так сказать, разляписто, что, ну, ну, видите, оно шире, чем ладошка. Чтобы оно было там более аккуратненько, мы сделаем тоже резиночку. Итак, мы приступаем. Первая у нас будет лицевая, затем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Обязательно обращайте внимание на то, что вяжите за переднюю стенку, чтобы оно смотрелось очень хорошо. Теперь здесь у нас изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее до конца ряда. Я уже не буду переходить на четыре спицы, мне на три спицы удобно, я так, в принципе, всегда вяжу. Кому неудобно, переходите на спицы, как говорится, ну, помню, что, чтобы вам было, как говорится, удобно. И еще при вывязывании вот здесь вот все-таки вот этих рожек, ушек, у меня в следующем ряду, не знаю, как у вас, но возник вот такой вопрос, что если я делала три лицевые квадря, мне нужно было в следующем ряду три изнаночные делать, поэтому я ее спустила и делала все-таки изнаночная, у меня получился рожек один длиннее, другого на одну петлю. Но я решила, что в следующей бетеночке, во втором, я сделаю как бы в зеркальном отображении, то есть если у меня на этой перчаточке, ну, в бетеночке получилось с этой стороны длиннее рожек, то есть при вывязывании той я сделаю вот здесь длиннее, то для семерки. Это я так вернусь, но между прочим, у кого что-то, если какие-то вопросы возникли, я сразу как бы их, ну, обсудила. Теперь смотрите, здесь лицевая, значит, здесь продолжаем изнаночную, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, и в итоге получается изнаночная. То есть у нас получается, так же легли петли, как и здесь, вот здесь первая лицевая была, последняя изнаночная, и в итоге у нас уже был. Так нам нужно провязать вот такой резинкой, как и снизу, 5 см. Чтобы у нас очень красиво легла витеночка по руке. И для семейки, и, соответственно, сверху снизу, то есть она ведет у нас довольно-таки красиво. Кому неудобно, я же говорю, повторюсь, разделите вот здесь вот напополам, то есть как у нас первоначально было, по 9 петель. То есть 1, 2, 3, 4, вяжете так вот по рисунку, уже не рисом, смотрите, а по рисунку. Так вот так, 6, 7, 8, 9. 9 бросаете и продолжаете вязать вот так вот четвертую спицу. Ой, 5, ну, с четвертой спицы. И 4 спицы, и 5 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 спицы. Так вяжите для семейки, еще раз повторюсь, 5 сантиметров, как снизу. Можете здесь даже посчитать, у меня здесь было 11 рядов. То есть я здесь делаю также 11 рядов, еще завязываю второй, и делаю 11. Все, до встречи в следующем уроке.